Хорошая новость. Московские ученики собрали особенный сбор для того, чтобы поддержать одну из малых церквей у нас в стране, в России. И выбор пал на Челябинскую церковь. Дело в том, что они решили послать пару на один год, молодую пару стажеров. И это Козловы, Кристина и Сема Козловы. Они достаточно молодые, по 24 года им. Они служат стажерами в Московской церкви Христа и они должны приехать в ближайшее время, наверное, в середине марта к нам в Челябинск. Но они будут также помогать с молодежью у нас в наших церквях в Екатеринбурге, наверное, в Уфе и в Перми. Там нет молодежи. Поэтому для нас, конечно, эта хорошая новость так неожиданно появилась. И тоже я. Ну вот такая хорошая новость. И тоже просьба, если вы видели объявление, мы ищем кого-то, желательно брат, конечно, что мог бы войти в финансовый совет. Если вы считаете, что вы знаете кого-то, можете предложить свою кандидатуру, можем рассмотреть. Потому что нам из-за того, что у нас два человека выбыли по определенным обстоятельствам, Ткаченко, Женя и Дима Жаринов из совета, нам нужно дополнить хотя бы еще одним человеком. Поэтому молитесь и если у вас есть кандидаты, предлагайте. Но, друзья, давайте тогда начинаем. Сейчас 8 минут. Я хотел бы передать слово брату, который нас поприветствует, а потом у нас Володя Вдовин, он будет молиться, вести молитвы, и мы потом начнем. Записываем, да, Сергей? Пока нет, урок только. Здравствуйте, друзья. Прекрасно видеть тех, кто включил камеры. Прекрасно видеть тех, кто включил камеры и красиво одетых, радостных, приветствующих других. Все, кто сейчас лежит на кроватях или на диванах, друзья, у вас есть еще возможность привести себя в порядок для того, чтобы служить Господу. Хочу читать вам салон 110. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славные и великолепны деяния Его. Праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела. Милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его. Вечно помнит свой завет. Народу Своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы. Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление. Установил навечно свой завет. Его имя свято и грозно. Начало мудрости, страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставления. Вечная хвала Ему. Друзья, столько много параллельных мыслей в этом тексте псалма. Но я бы хотел акцентировать ваше внимание на том, что вечно тверды они и основаны на истине и правоте Его слова. Спасибо вам, тем, кто сегодня решил ускорбниться и искать воли Бога, искать Его наставления. Господь вас благословит, несомненно. Спасибо, Саша. Здорово, спасибо. Спасибо, Саша. Если кто может включить, похлопайте, держите микрофон. Аминь, Аминь, Аминь. Аминь. Аминь, спасибо. Тогда, Володь, давай молись, еди нас в молитве. Господь, Отец, Пап, добрый день. Спасибо тебе за то, что есть такая классная возможность собираться. Пусть не лично, пусть через Zoom. Но все-таки, как Саша сказал, приятно видеть лица, плюс через экраны мониторов. Пожалуйста, благословите сегодняшний день. Всех тех, кто болеет, дай здоровье. Тех, кто в сомнении, дай решение. Пожалуйста, благослови нашу молодежь, группу неженатых и, в принципе, весь Урал на рост, рост церкви, духовный рост. Зажги, пожалуйста, в наших сердцах огонь. Благослови сегодняшнюю проповедь, наполни нас Духом Твоим, чтобы было понимание, принятие, чтобы были откровения, Пап. И просто будь с нами сегодня и каждый день. Прими эту молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, Володя. Ну, давайте приступим. Я хотел попросить включить запись. Recording in progress. Спасибо. Ну, друзья, вы видите заставку, крещение. Мы еще раз напоминаем, мы проходим основы христианства. Мы предлагаем, как презентуем, новую версию. Вот, основы христианства. У нас есть 9 уроков. Сегодня шестой урок о крещении. В прошлый раз мы говорили о грехе и о покаянии. Вот, и мы также ждем от вас комментариев, чтобы вы делились. Я надеюсь, что вы будете обсуждать, изучать это лично, отрывки, уроки. И где-то, может быть, через несколько месяцев мы презентуем, делаем твердую копию, напечатаем книжечки, чтобы у нас была возможность такая. Поэтому, если у вас есть что-то дополнить, поделиться, любой комментарий, любой отзыв, он очень, он крайне важен, и он необходим, и он ценен. Поэтому, в какой-то степени мы вместе, вы тоже соучаствуете вот в этом действии, мы делаем вот такие, как бы, новые основы христианства. Я написал 20-22, версия 2022 года. Ну, а почему вот крещение, да? То есть, кажется, с одной стороны, вот эта тема достаточно, она понятна и простая. То есть, я думаю, что, ну, ни у кого не возникает вопросов, нужно креститься или нет. Кажется, что достаточно, это понятная и простая тема, ну, по крайней мере, у нас в церкви. Но, чтобы вы понимали, сегодня я хотел бы именно для вас, как здесь, я надеюсь, большинство учеников, которые слушают меня, может быть, по видео потом будут смотреть другие люди, получить убеждение не просто на основу того, что это в нашей церкви принято так, что мы это привыкли, да, нас так учили, воспитали. Но именно посмотрим Писание, Библию, в какой-то степени сегодня будет даже, можно так сказать, мясо, библейское мясо, отрывки, много отрывков, где мы разберем. Мы не все, конечно, отрывки о крещении посмотрим, но, по крайней мере, большинство, самое важное и главное. Поэтому сегодня мне хотелось бы обратиться именно к ученикам, к тем, кто давно в церкви, давно во Христе, убеждены о том, что крещение важно. Давайте посмотрим на Писание, что это говорит. Ну, вообще, чтобы вы понимали, в христианстве эта тема крещения неоднозначная достаточно, особенно в современном христианстве. И, ну, например, если взять исторические церкви, историческим церквям, это те церкви, которые как бы исторически берут преемственность там с самого начала, это православная церковь, католическая церковь, лютеранская церковь, они однозначно учатся о следующем, о том, что без крещения нет спасения, что человек должен быть крещен. По этой причине вот в данных церквях стараются крестить как можно раньше, как можно скорее, чуть ли не с первого дня после рождения, то есть младенцев. Во всех этих трех церквях существует католическая, православная и в лютеранской церкви существует крещение младенцев. И, знаете, там интересно, что крещение, оно имеет такую своеобразную непреодолимую силу, непреодолимую силу. Это примерно как, что это значит, что оно имеет власть над человеком, производит действие такое буквально мистическое действие, не магическое, а мистическое действие, независимо от состояния и даже веры человека. Но, ну, примерно, как знаете, если сравнить, взять если ацетон или, не знаю, даже кислоту, да, серную кислоту, если поместить туда какую-то вещь, ну, например, там даже тело человека, оно растворится. Вот в кислоте. Вот примерно то же самое считается в этих церквях, что крещение, оно имеет такую непреодолимую силу, независимо от того, человек, во что он верит, покаялся, может быть, даже он против категорической крещения, он не хочет быть христианином, но если его крестили, и мы знаем из истории также такие примеры, когда люди, целые народы, они не хотели креститься, их крестили насильно, буквально под мечом, да, под страхом смерти. Считается, что тогда человек крестился, он, тогда он спасен. Вот такое действие. И из-за этого, где-то когда в 16 веке появился протестантизм, первое это как Мартин Лютер, то качнуло, как знаете, как качели, как маятник, качнуло в другую сторону. И было провозглашено, что спасение только по вере. В принципе, мы с этим согласны, мы в это верим, исповедуем, Библия об этом учит. Но как вы знаете, вместе с водой грязной выпуснули ребенка, и в результате произошло, что современная больше тенденция протестантизма, что крещение – это только внешний знак, это внешний символ, не более того, что самое главное спасает, это вера человека, а крещение – это больше символ. Вы знаете, как просто тебе грамоту дают, вот ты выиграл, например, какие-то соревнования, и вот тебе дали грамоту. То есть это же не грамота делать тебя победителем, да, ты выиграл соревнования. Вот то же самое. Интересно, что я однажды дискутировал с одним человеком, вот, он был, кажется, даже пастором одной церкви, и он мне такой привел аргумент, он сказал следующее, ну мы же понимаем, что не бумага делает нас мужем и женой. И он привел пример, он сказал, вот мы с женой уже живем давно, еще до свадьбы жили, у нас там она была беременна, и потом на определенном этапе мы подумали, а почему бы и не расписаться? И вот они пошли и расписались. И он привел такой пример, он сказал, ну вот видишь, мы же были мужем и женой еще до росписи. Хотя, знаете, мне было что в этот момент возразить, я сказал, что мы с женой, мы стали мужем и женой практически и перед Богом в момент именно свадьбы, и первый раз я ее поцелал на свадьбе. Ну вот такой, может быть, такая история. Но если взять нашу церковь, что церковь Христа, с одной стороны, мы евангельские христиане, мы также верим, что спасение по вере, но если охарактеризовать нашу церковь, и меня также спрашивают другие пастры или другие люди, христиане в других церквях, они спрашивают, чем вы отличаетесь, вот как вы его, я бы так бы сформировал бы, максимально кратко, вот буквально это маркер нашей церкви, что мы верим, мы исповедуем крещение для прощения грехов. Да, мы верим в Иисуса, в Троицу, но и мы исповедуем крещение для прощения грехов. Буквально такая формулировка, она является непривычной для протестантизма, но она исторически была давно. Давайте следующий слайд, я хотел бы попросить, экран, смотрите, вот это исторический документ, если вы слышали, Никеев, Царьградский символ веры, принятый в 381 году. Ну, объясню, дело в том, что вы знаете из истории, первые три сотни лет христианство, оно было крайне гоним, то есть оно подвергалось жестоким нападкам, христиане были убиваемы, они были в комбах, скрывались, вот, но когда пришел император Константин, все изменилось, в начале там буквально четвертого столетия, он разрешил христианство, он сам принял христианство, вот, император Константин, и фактически все вышли на свет, вот, все, кто были в катакомбах, и церковь никогда до этого не встречалась, не пересекалась, фактически три сотни лет, но когда они вышли на свет, вот, стало это все легально, то обнаружилось, что все верят, кто буквально, знаете, как буквально говорят, то в лес, то под рова, то есть очень разные, буквально разные направления, и во многом их верование где-то совпадало, но буквально не совпадало, особенно касалось природы Иисуса Христа, и тогда на протяжении очень ожесточенных таких дискуссий, очень жарких, вернее, дискуссий, был принят документ сначала в Никее в 325 году, а потом он был подтвержден в Царьграде, или по-нашему это Константинополь, или сейчас это Истамбул, современный город Истамбул, в 381 году был подтвержден этот документ, где он в большей части касался Иисуса Христа, то есть буквально в этом документе христиане записали, что точно необходимо человеку для спасения, то есть что его, можно так сказать, характеризует как христианина, или как нашими словами ученика Иисуса Христа, что необходимо, во что ему верить, и там касалось Иисуса, что мы веруем, что Иисус – это истинный Бог, и смотрите, десятый пункт этого документа, еще раз подчеркну, это 381 год написано «Исповедую единое крещение во оставлении грехов», то есть такая формулировка крещения для прощения грехов – это не новое, это не то, что мы в церкови придумали, это исторически было, можно так сказать, всегда, и мы посмотрим как раз об этом в Библии, и что значит для оставления грехов или прощения грехов? Это значит, что человек, когда прощаются грехи, мы знаем, да, стена между ним и Богом, она рушится, и человек что обретает? Спасение, да, вот давайте мы как раз посмотрим сейчас вот эти все отрывки, и я хотел бы, чтобы вы были очень внимательны, еще раз, чтобы вы могли свою веру основывали именно на Писании, и я хочу еще раз подчеркнуть, Писание предельно ясно учит о крещении, множество отрывков, чтобы вы понимали, когда Бог хочет какую-то тему или что-то осветить и для нас должно быть важно, это во многих местах неоднократно в Библии подчеркивается, показывается, вот, поэтому весь Новый Завет очень предельно ясно об этом учит. Давайте следующий отрывок посмотрим, Евангелие от Анна, 3 глава, с 1 по 7 стих, вот, у нас Евангелие от Анна, 3 глава, я буду читать, здесь сказано, синодальный перевод, между фарисеями был некто, Никодим, один из начальников иудейских, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Так, следующий, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, истинно, истинно говорю тебе, вот, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи старый, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится, от воды и духа не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Это слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, да, и здесь он очень однозначно говорит о том, что каждый человек, он должен быть рожден свыше, в синодальном переводе свыше, по-гречески это игра слов определенных. Буквально оно, может, это слово бы означает свыше, как сверху, да, и тоже заново. Вот, поэтому здесь, понятно, у Никодима и был вопрос, как это заново родиться. Он так это и понял, заново родиться. А Иисус говорит, вот нужно родиться в пятом стихе от воды и духа. Вот однозначно, да, мы говорим о том, что крещение, мы потом посмотрим, да, что это рождение от воды и духа. И знаете, как на протяжении фактически всех веков и всей истории церковь, хотя здесь слово крещение, как вы обратили внимание, не встречается, но церковь и исторические христианцы всегда считали, что эти слова Иисуса относятся к крещению. То есть буквально фраза «от воды и духа» – это крещение. И мы можем посмотреть это тоже в контексте Евангелия Танны, когда Иисус крестился в первой главе, он тоже крестился в воде, и дух на него святой спустился. Но это интересно, что только за последние, можно так сказать, несколько сотен лет появились различные мнения, особенно за последние сто лет, и разные предположения начинают возникать, что, например, вода и дух, вода – это как бы воды матери, и что это как бы не о крещении, а о чем-то другом Иисус какой-то. Но, знаете, если вода и дух – это не крещение, тогда что? И тогда становится вообще неясным тогда слова Иисуса. Еще раз я хочу сказать, церковь на протяжении всей истории, она считала именно так, что это слова Иисуса о крещении и о необходимости человека креститься, потому что крещение – это рождение заново. Что если человек рождается физически от матери, от родителей, от отца и матери, то духовно он рождается от воды и духа. Кстати, я хочу сказать, что я написал три статьи, вы можете посмотреть более подробно об этом, я рассматриваю более подробно на нашем сайте «Хорошие новости». Вы можете набрать в поисковике «Хорошие новости церкви Христа», статья о крещении. Там есть три статьи, где я разбираю именно очень подробно эту тему. Кому-то, если будет полезно, интересно, обратите внимание, посмотрите обязательно для вашего более глубокого изучения Библии. Хорошо? Ну, давайте тогда следующий отрывок Евангелия от Марка, 16 глава, с 15 по 16 стих. Вот, здесь Иисус тоже говорит, но здесь он очень явно говорит о крещении. Здесь он сказал им, ученикам, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, имеется в виду людей. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть здесь однозначно, смотрите, в 16 стихе Иисус, он соединил веровать и креститься. То есть крещение – это не что-то дополнение к вере. Иногда люди говорят, вы что проповедуете, что крещение – это еще что-то, да плюс вера, то есть как бы вера достаточна. Нет. Иисус здесь соединил, смотрите, буквально союз «и» – и веровать, и креститься, потому что крещение – это и есть акт веры. Крещение еще раз подчеркнул, это акт веры. И поэтому дальше во второй части, вот в 16 стихе говорится, кто не будет веровать, осужден будет. То есть это правда нонсенс, если бы человек крестился и не веровал. Поэтому Иисус говорит, а кто не будет веровать, будет осужден, потому что вера, она соединяет, предполагает, что человек реагирует, как тут написано, проповедуйте Евангелие всем людям, это ответ человека с верой на Евангелие, и реакция его веры, действия веры – это, ну как здесь написано, вера в крещение. То есть это его ответ веры человека. Поэтому еще раз, крещение не является каким-то дополнительным действием к вере. Это не является каким-то делом закона или работы человек, который… Это как раз акт веры человека, проявление его веры, что он показывает, что он имеет веру. Как раз еще один отрывок, прочитайте, 1 Петра, 3 глава, там как раз тоже этот отрывок соединяет крещение и спасение, очень однозначно. Петр там, он рассказывает, пропомните, про Ковчег, про Ной в потоп, вернее, про Семирный потоп и про Ной в Ковчег. И он дальше такую же параллель от потопа переходит к крещению. Он говорит, так и ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. То есть здесь этот отрывок очень ясно соединяет крещение и спасение. Я буквально два этих слова выделил. Вот, желтым цветом, смотрите, крещение спасает. И фактически даже людям, я когда занимаюсь Библией, предлагаю, напиши, я пишу, крещение спасает и крещение не спасает. Выбери, пожалуйста, что ты думаешь. Когда люди говорят, ну, крещение не спасает, ну, смотрите, этот отрывок однозначно учит. Крещение спасает. Но понятно, что, знаете, нет в этом какой-то магии, что вода крещения, она спасает. Знаете, у воды крещения нет магического свойства. Здесь поэтому говорится, спасает воскресением Иисуса Христа. То есть именно воскресение Иисуса Христа, вот что нас спасает в крещении. Это заслуга Христа, это не вода, не магия какая-то, да, не физические какие-то свойства воды, а именно воскресение Иисуса, но он действует через крещение. Вот, и тоже я здесь хочу параллель провести, знаете, как воды потопа разделили людей на спасенных и не спасенных. Помните, да, что вода прибывала, и ковчег поднялся, и остальные утонули. То же самое ныне, тут говорится, и также нас ныне, да, подобное всему образу крещения. То же самое крещение, оно разделяет людей на спасенных и не спасенных. То есть в какой-то степени Бог дал нам физически, буквально физически, знамение нашего спасения. Поэтому я как-то общаюсь много с религиозными людьми, и честно говоря, те, кто исповедует, что крещение – это не обязательно, или это как только внешний знак какой-то, знаете, так много у людей есть неуверенности в своем спасении. Потому что я спрашиваю людей, а как вы уверены в своем спасении? И знаете, у большинства из них нет уверенности, потому что мы сами по себе знаем, сегодня ты на пике духовной формы, и ты уверен, что ты спасен. Но бывают моменты, когда ты не на пике духовной формы, и чувствуешь так, да и разве я могу быть спасен? Я такой грешник. Но Бог дал нам знамение, очень ясно знамение, в котором мы можем возвращаться к этому событию, установленному Богом, и вспоминать, да, у меня есть спасение. И даже бывает, что люди уходят из церкви, они даже теряют веру, но мы не знаем, что в этот момент с людьми происходит. Мы не можем даже утверждать, что они в этот момент потеряли спасение. Но человек, когда возвращается, ему не надо заново креститься. Ему не нужно, как, знаете, как в некоторых, кстати, церквях это практикуют, заново крещение. То есть два, три, четыре раза столько человек уходит, столько и он, если возвращается, нужно креститься. Нет. Человеку достаточно вспомнить, я был крещен, мне нужно только покаяться, вот и все. Поэтому крещение – это знамение для человека, для нашей уверенности, друзья, чтобы мы никогда не сомневались, что если в твоей жизни было крещение, это значит, что ты, Бог дал тебе явно знак физического спасения. Хорошо, следующий отрывок, Деяние 2, глава 38 стих. Здесь, помните, слова Петра в день Пятидесятницы, он когда проповедовал о том, что об Иисусе Христе, и здесь он сказал им известный отрывок, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для чего? Для прощения грехов. Вы получите дар Святого Духа. Вот, это то, что как раз было написано в символе веры, я читал документ, да, выдержку из документа, Никео-Цареградский символ веры, крещение для прощения грехов. Это необходимо сделать каждому, каждый тут написано, креститься из вас. И что, при крещении прощаются грехи, мы получаем Дух Святой. Это как одно событие. Вот, дальше, Римлянам 6, глава, с 1 по 4 стих. Также известные отрывки здесь сказаны. Что же скажем? Это уже пишет апостол Павел. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, имеется в виду, в том числе Павел считал себя, все мы, крестившиеся во Иисуса Христа, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть, смотрите, здесь очень важный момент, крестившийся Бог Христа. То есть, в момент крещения мы входим в Иисуса, то есть, мы становимся частью Его. Вот здесь давайте посмотрим следующую табличку, вернее, не табличку, рисунок, вам известный из нашей методички, что точно так же, как вот в этом отрывке Павел показывает, Иисус умел, был погребен и воскрес. Вот крещение – это наш тот же путь, повторение с этим. Наша старая жизнь, она умирает с Христом, мы погребаемся и воскрешаемся из мертвых. То есть, это делит крещение, делит нашу жизнь до и после. Старая жизнь, новая жизнь в Христе, жизнь без Бога, без спасения, жизнь с Христом, то есть, мы крестимся во Христа. И, кстати, креститься во Христа – это синоним спасения тоже, потому что, когда человек соединяется с Христом, и в этот отрывке очень ясно говорится – мы соединились с Христом. Это значит, что до крещения мы были отдельно от Христа, при крещении мы соединились, это значит, что мы спасены. И, кстати, слово это может иллюстрировать тоже, что при погребении мы знаем, да, человек, он засыпается землей, и при крещении мы погружаемся под воду. Есть тоже дискуссии, да, такие, достаточно ли там побрызгать водой, или вообще можно просто там как-то помазать человека водой, и в некоторых группах просто мажут на лбу, там, крестик делают водой, кисточкой, как бы так. Но здесь однозначно мы покреблись с крещением. Слово «баптизма», греческое слово «крещение» – «баптизма», «баптиста», оно буквально обозначает быть погруженным под. Я изучал эту тему, а изначально греческое слово «баптиста», «баптизму», оно буквально обозначает корабль, который утонул. То есть это не просто там, знаете, а вот именно утонул полностью. Вот это как… Или когда использовали греки, когда красили ткань, знаете, чтобы покрасить ткань, нужно не наполовину погрузить ткань, а полностью. Вот они говорили, материя крестилась, «баптизма», понимаете, да, то есть полностью погружаются в ткань, когда окрашивается. То же самое. Это же самое греческое слово, оно, ну, просто понимать контекст, да, оно вот обозначает быть погруженным под, а не просто там на тебя побрызгали. Хорошо. Ну, давайте тогда мы следующий отрывок. Колоссяна, вторая глава, с 11 по 13 стих. Здесь интересный отрывок, потому что здесь единственный раз в Новом Завете крещение и обрезание, или обрезание, оно, то есть крещение сравнивается с обрезанием. Давайте прочитаем, здесь написано. «В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, а совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Вы погребены с ним в крещении, в нем вы и совокресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, вне обрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил вам все грехи». Этот отрывок тоже очень ясно говорит, потому что крещение, при крещении Бог нас оживляет, написано, простит нам все грехи, да, с совлечением греховного тела плоти, вот при крещении происходит. Но здесь говорится тоже про обрезание, и сторонники того, что крещение – это только знак, они часто ссылаются на этот отрывок и говорят, ну, смотрите, ведь Авраам же был спасен задолго, как он был обрезан, обрезание – это только внешний символ, да, вот. Ну да, обрезание – это символ на теле человека был тогда у народа Божьего, как знак принадлежности к народу Божьему, буквально физический символ. Но я тоже где-то согласен с чем, что крещение Бог дал нам как знак нашего спасения, Бог дал нам как знак, чтобы знамение, чтобы мы никогда не сомневались. Но, знаете, нельзя тоже сопоставить однозначно, крещение равно обрезание, потому что нигде в Библии ни в одном месте не сказано, что обрезание, оно спасает. Нету такого нигде. Крещение, я показывал несколько отрывков из Библии и много, где говорится о том, что крещение, помните, 1 Петра, спасает. При крещении мы соединились с Христом, но нигде не сказано, что обрезание, оно спасает. И вот в этом большая разница, и нельзя знак равно ставить между этим. Более того, здесь написано, при крещении, при обрезании, тут написано, это действие Христа, тут написано обрезание Христов. Бог над нами делает это действие, не мы сами. И тут написано о том, что мы совокресли с Ним верой. То есть, при крещении, еще раз, этот тоже отрывок говорит о том, что это наш акт веры, соучастие в воскресении с Иисусом. Тут написано совокресли с сововоскресли верой. То есть, это действие веры нашей. Это не исполнение закона, это не работа, это не вера плюс, дополнение к чему-то. Это есть именно проявление веры. Мы верим в силу Божью, что Он воскресил Христа из мертвых, и Бог нас спасает, тут написано. Хорошо. Ну, давайте следующий отрывок, интересный тоже. Кстати, можно еще раз назад этот слайд? Здесь, кстати, если вы знаете, что у евреев было обрезание, делалось на восьмой день, здесь понятно, что здесь этот отрывок тоже утверждает, что невозможно креститься без веры или младенцем. То есть, нельзя поэтому провести параллель между обрезанием, как делали это в Израиле над младенцами. То есть, здесь, потому что младенцев нет веры, тут написано, в нем вы воскресли с верой в силу Бога. Человек без веры – это нонсенс, это невозможно креститься. И, то есть, оно, вернее, теряет всякий смысл. И тем более младенцы, младенцев нету веры. Вот это очень важный момент. Хорошо, следующий отрывок. Титул, третья глава, с 5 по 7 стих. Здесь говорится, что Он спас нас, и Христос, не по делам праведности, которые мы сотворили, а по своей милости. Бани возрождения, обновлением Святым Духом, который взлил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, обравдавшись Его благодатью, мы по упованию сделали с наследниками вечной жизни. Тоже здесь очень ясно говорится, что Он спас нас бани возрождения. Именно бани возрождения, водной бани, другие переводы, да, говорится, но это о крещении. То есть, церковь исторически всегда это понимала. Здесь тоже нет слова крещения, но бани водной, бани возрождения, всегда понимали это омовением, да, тут написано омовением. Вот, а всегда понималось крещение, всегда, вот, и здесь как раз говорится, что Он спас нас. То есть, крещение здесь тоже интересно сказано, не только говорится о спасении, крещение спасают, но тоже здесь говорится, что это не наши заслуги, это не человеческие усилия делают спасение. Тут написано, это Бог сделал над нами, такое действие. Кстати, креститься человек никогда не может один сам пойти себя погрузить. Всегда это действие над человеком. И интересно хочу сказать, что во всей Библии, во всей Библии, где есть слово крещение, вот мы посмотрим везде Новый Завет, их отрывков, я не помню, порядка 60 таких отрывков, всегда это слово крестился стоит в страдательном залоге. Если кто знает, что это такое, другими словами, не в активном, а в страдательном или в пассивном залоге. Что это значит? Буквально все отрывки можно перевести так. Он был крещен. Не он крестился. Например, мы все на данном переводе читаем, что Павел крестился. Но везде говорится о том, что человек был крещен. Всегда над ним производили действие. Поэтому это не действие человека, не сам над собой. А тут написано, что кто-то должен тебя крестить. Но тут тоже написано, что поэтому это уже не действие, а заслуга человека. Но здесь ясно говорится, что это заслуга Бога 100%. Хорошо. Ну и последний отрывок, который я на сегодня хочу прочитать. Галатан, 3 глава, 26-27 стих. Здесь сказано, «Ибо все вы, сыны Божьи, поверен во Христа Иисуса». Но здесь остановимся. И всегда часто говорят, ну вот видите, мы же поверим в Иисуса, сыны Божьи. Да. Но нужно читать полностью Библию. Не только отрывок, какой-то часть, но полностью в контексте. Здесь написано, да, мы поверим, но дальше написано, кто поверит? Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть еще раз, крещение – это акт веры человека. Ответ на милость Бога, на пропыть Евангелия. И человек, он становится по вере в Сына Божьем. В какой момент? При крещении тут написано, все вы крестившиеся. И тут дальше написано, во Христа облеклись. В момент крещения мы становимся… Бог видит уже у нас, знаете как, не нас, грешников, а он смотрит на нас, как если бы смотрел на Христа. И Христос безгрешный, он святой. Точно так же Бог смотрит на нас, как на святых людей. Кстати, пример был такой. Один брат рассказывал, что он любит охоту, и он устанавливает такую палатку, которая выглядит полностью, как дерево снаружи. И он там ждет какую-то птицу или еще что-то, подстерегает. И вот снаружи это не видно, это просто как дерево, как куст. Вот то же самое, знаете, как мы, когда трестимся, мы во Христа облекаемся, и Бог видит снаружи, вот буквально глазами на нас смотрит, как он смотрел бы на Христа. Поэтому мы спасены полностью и за заслуг Иисуса Христа, а не за наш собственный. Ну, друзья, хочу следующий отрывок, ой, не отрывок, а последний слайд. Еще раз хочу подвести итог. Подвести итог. Крещение, друзья, это событие, установленное Богом, это действие, установленное Богом. Однозначно Библия говорит о том, что при крещении мы спасены, и при этом человеку прощаются грехи в крещении, даруется Дух Святой, происходит рождение свыше. Он или она становится сыном или дочерью Бога, становимся частью Иисуса Христа, входим в Царство Божье, рождаемся свыше, как я говорил, и обретаем спасение. Это синонимы, синонимичные понятия. Это об одном и том же событии, о крещении. Это не разные события, это все происходит в один момент, в момент крещения. И слава Богу, что Бог это сделал, предельно это для нас ясно. Поэтому, друзья, тогда вопрос следующий, бывают люди, неужели, чтобы креститься, человеку вот все это нужно понимать. Иногда даже, может быть, вы сейчас при изучении думаете, ой, а я что-то упустил, может быть, я что-то не понимал или не знал до конца, когда я крестился. Знаете, Библия не говорит о том, что вот все это мы должны точно, на 100% знать, чтобы человек крестился. Нет, достаточно, чтобы креститься, верить в Иисуса Христа, как Господа, и креститься для прощения грехов. То есть, если человек не крестится для прощения грехов, вопрос, для чего это он делает. Бывает так, чтобы подтвердить свой какой-то статус, или я русский, или на всякий случай бывает так люди, или от сглаза, я, например, крестился, потому что, от сглаза, чтобы в православии, чтобы какая-то на меня нечистая сила или это не имело власть. Но я не крестился для прощения грехов. И вот это, знаете, это принципиальный момент, что необходим человеку вот хотя бы вот это верить. Крестчение для прощения грехов. Тогда вопрос возникает следующий логично. А как же по поводу остальных? Вот так в современном христианстве есть такое разночтение, по-разному говорят. И я знаю, я сам учился в семинаре, где такая идея была бы, но, мягко говоря, не приветствовалась. Вот такое учение. Вот. Мы относились терпимо, ко мне лично терпимо. Я благодарен, что мне дали возможность сохранить свое убеждение, веру. Но, тем не менее, я хочу сказать, что нам важно смотреть не на людей, нам надо смотреть на Писание. Люди могут говорить все, что угодно, есть разные мнения. Нам нужно учить то, что Библия учит, как оно правильно учит. То есть нам важно именно, ну, как руководствоваться, не оглядываться на людей, а руководствоваться Писанием. Я сегодня хотел именно, что вы посмотрели об этом, что учит Писание. Поэтому всегда людям, я предлагаю, давайте смотреть, стоять на Писание, а не на традициях или на мнениях людей. Но тогда вопрос следующий, подождите, а тогда получается, что люди не спасены, кто не так правильно крестился, и что с ними будет, вот мы знаем, что, вы знаете, я бы, к сожалению, мы можем так и поступать, и действовать, и говорить, что если ты не крестился, как вот я тебя учу или как Библия учит, ты идешь в ад, например, другим христианам. Я бы просто хотел вас предостеречь от этого, потому что нам важно еще раз проповедовать и учить, что точно Библия учит, не оглядываясь на людей, но воздержаться от осуда, от осуждения, а предоставить это право Богу, если человек не готов принять то, что вот Библия учит о крещении, это его ответственность в конце концов, это не наша возможность судить человека, это ответственность человека, если человек говорит, я знаю это, я слышал, но я буду верить по-своему, это его ответственность перед Богом, он будет держать ответ перед Богом и в последний день тоже, как он учил других людей, но нам важно понять, это не наша миссия, это доказывает людям, что они идут в ад, это не наше право судить людей, осуждать их, нам нужно уважать веру и позиции других людей, даже если нам видится, что это неправильно, нам важно стоять именно на библейским основании и быть скромными при этом, потому что, знаете, мы можем задрать нос и сказать, мы самые правильные, мы лучше всех понимаем Библию, давайте понимать, что мы все не идеальны, я верю, что в конце концов Бог, он, за ним суверенное право сказать человеку, ты спасен или даже сказать, ты осужден, поэтому давайте, просто это Бог дает нам спасение, поэтому, друзья, подвести итог, еще раз хочу сказать, сегодня я говорил о крещении, крещение, еще раз, вкратце, мы проповедуем крещение для прощения грехов, хорошо, давайте тогда закончим запись, да, если у вас есть какие-то вопросы, ты можешь вернуть, да, вы можете мне задать, если вы что-то не поняли, можете задать вопросы, я с радостью отвечу по данному отрывкам, посмотрю наши эти, в чате там, да, Сергей, много вопросов, да, я не, простите, я не всех, может быть, вы это, сейчас почитаю, если у вас есть какие-то вопросы, можете прямо задать, так, кого-то тут просят третий раз креститься, Сергей, вопрос, в принципе, последних сообщений такой, если человек крестился в другой общине церкви, будучи другая протестантская церковь или православная, нужно ли ему у нас принимать повторное крещение через воду, через погружение, если он уже это делал в предыдущий раз? Да, спасибо, да, я, знаете, к сожалению, сталкивался с тем, что людей крестили раз, два, три, четыре, вот, так, я сейчас, да, это, конечно, нонсенс, Библия ничего об этом не учит, Библия говорит о том, что надо креститься один раз, но важно библейски, вот, и поэтому, если человек говорит о том, что я крестился по Библии или крестился в своей жизни, я обычно предлагаю изучать Библию и говорить, что Библия учит, если после изучения Библии человек говорит, но я все равно верю, что я крестился правильно, вот, но это его ответственность, вот, мы, мы не знаем, я знаю, что у нас есть часть людей, я встречал, которые крестились, еще раз, важно один раз креститься, но важно, чтобы это было по Библии, И важно, чтобы сам человек это понял. Не мы его продавили или сказали только так. У нас есть примеры, когда, например, люди крестились в других церквях. Но они это сделали с полной верой, с покаянием для прощения грехов. И библейски это было сделано правильно. И они стали частью нашей общины, наших церквей, не перекрещиваясь. Потому что у нас нет какого-то особенного крещения в нашей церкви Христа. Но самый большой пример, вы знаете, Гриневичей семью, вернее, родители Лёва, они в Челябинске, они крестились в другой церкви. Они часть нашей группы сейчас в данном моменте. А можно ещё тоже, не добавление, а вопрос, надо ли это включать в занятия в том плане, что креститься надо в тело Христа в церковь. Потому что вот как раз комментарий Натальи, он говорит, я буду, даже если я ни в какой церкви, просто я правильно крестилась. Но я думаю, что Библия это говорит, что мы крестимся в тело Христа. То есть вот эта вещь, мне кажется, она тоже такая как бы доктринально важная. Да, да, да. Знаете, когда пример, кажется, с Евнухом, там вот типа он его крестил и это. Мы не знаем, вы знаете, мы можем очень быть осторожными, как мы трактуем Писание. Мы можем добавлять какой-то новый смысл, когда мы читаем отрывок. Например, но он же крестился там, не в церковь, куда-то уехал. Мы не знаем контекста всей, ну как, мы видим только нам Писание показало, может быть, маленькую часть этой истории. И показало, что он встретил, Филипф встретил Евнуха, крестил, но мы не знаем. Может быть, он ему дал потом адреса учеников или ученики пришли, там с ним встретились. Но я слышал исторически, там в Эфиопии была большая община христианская, до сих пор есть известное христианство в Эфиопии. Поэтому утверждать, что Филипп сам по себе крестился в вакуум, в пустоту, потому что, правда, при крещении мы становимся частью тела Иисуса Христа. Христианин, который крестится, и ни в какой церкви потом, ни в теле, но это он он. Еще раз. Сергей, спасибо. Мне кажется, что надо в этот урок, чтобы не было путаницы, далее при изучении Библии, дать понимание, разограничение между крещением Иоанна и крещением в деяниях. Поскольку Иоанново крещение было крещением омовения от грехов, то есть крещением покаяния, а крещение Христа это как раз было крещением в тело. И вот здесь, мне кажется, это один из тех моментов, которые могут вести в смуту и в заблуждение. Да, спасибо, Володя. Знаете что, крещение Иоанна, оно вообще, это было крещение, как мы в книге деяниях видим тоже, в какой там, не помню, в 16, сейчас скажу, в 19 или 18 главе, да, ученики Иоанна были крещены. Вот, но они не получили дух святой. При крещении Иоанна не было прощения грехов, не получались они дух святой. Это очень важно понимать, что крещение по-настоящему, о настоящем крещении можем только говорить после Дня Пятидесятницы. Но еще раз, я в этом занятии, в этом занятии не мог вот эти какие-то акценты для всех вас составить. Я хотел бы предложить вам самим изучать Библию, и тоже я внимательно эти отрывки, и тоже дополнительно много информации вы можете найти на нашем сайте, хорошие новости, введите хорошие новости, Церкви Христа, крещение, и вы найдете как минимум три моих статьи о крещении. Просто они там подробно все это рассмотрены. Вот эти все вопросы, в том числе, которые ты, Володя, задаешь. Просто иначе бы я бы, если бы все, вот ходил бы в детали, у нас бы времени не хватило бы. Это была бы такая библейская школа. Но как дополнение вы можете изучать об этом Библию и посмотреть эти статьи. Это не мои вопросы, я просто из комментариев. Да, я понял, да, спасибо. Озвучиваю. Да, 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 да. А можно мне вопрос? Да. Сейчас я видео включу. Правда. Сейчас, секунду. Меня очень волнует, ну вот, вопрос крещения детей, вот с какого возраста. Или я понимаю, что это изнутри у ребенка должна быть вера, понимание о том, кто он, да, перед Богом, понимание, кто такой Иисус. То есть, вот мои дети, они верят, да, во Христа. Но как вот, ну им, они еще маленькие, 13-10 лет. Вот с какого возраста можно примерно крестить или это увидеть готовность его сердца, желание его сердца. Вот. Просто я знаю некоторые, ну вот, ну у меня было общение тоже из одной церкви, не, ну в лютеранской. Там, крестили девочку, а ей было 12 лет. И я переживала, думаю, поверили ее, крестили как-то. Там неполное погружение вроде у них. Вот. Я понял. Ну, кстати, моменты. Походы возраста, да, границы. Волнует меня. Спасибо. Спасибо, да. Знаете, Библия не говорит о том, с какого возраста. Вот. Но Библия говорит о том, что необходимо человеку, во что верить. И что он должен покаяться, да, он должен верить, иметь личную веру. Он должен однозначно покаяться, исповедовать Христа. Знаете, как, но дети зачастую, они не в состоянии взять личный как крест, ответственность, осознать, что такое грех. Покаяться вообще, честно говоря, до кубертат, да, до вот буквально развития, в том числе сексуального, как вот это, человек мало что понимает. Он не сталкивается по-настоящему с искушениями, с грехами. Просто это, он еще остается ребенком. Вот когда человек вот именно уже становится, вот мое наблюдение, вот человек уже более-менее начинает созревать, там, ну, где-то в 13, 14, 15, все равно даже это, по моим наблюдениям, опытам, все равно очень ранее. Если кто-то крестится в такое время, ну, дай Бог. Вот. Но еще раз, важно, что человек имел личную веру в Иисуса Христа. Он понимал, что такое грех, он понимал покаяние, да, и осознавал необходимость прощения. Поэтому здесь вот, я думаю, что вот такие ранние сроки, как 12, 13 лет, даже 14 лет, надо очень внимательно изучать Библию с людьми, быть внимательными, вот, и чтобы не получить так, что дети порой бывают, знаете, хотят креститься просто из-за определенного статуса, или, ну, потому что все от них так ожидают, особенно дети царства, да, что вот, или родители так сильно переживают, поэтому они его мотивируют, вот. Один брат, один брат, он сказал, что мама, ну, это, они были в традиционных церквях Христа, она рассказывала, что каждый почти день, она говорила ему, мол, 12 лет, что он идет в ад, ему надо креститься, и вот она капала, капала, ну, буквально так, говорил, ты идешь в ад, Дэвид, его звали, идешь в ад, тебе надо креститься, перед едой она говорила, ты идешь в ад, в конце концов он крестился, а потом спустя несколько лет понял, что у него не было веры, он крестился больше из-за давления своей мамы, вот, вот такие дела. Хорошо, друзья, ну, еще раз посмотрите, еще раз можете посмотреть это видео, оно будет опубликовано, посмотрите, почитайте внимательно мои статьи, вот, изучайте Библию. Давайте мы завершим молитвой, потому что, друзья, мы как церковь призваны тоже проповедовать людям спасение, Евангелие, но еще раз, без крещения, без того, что мы крестим людей, люди, мы понимаем, что, ну, не идут гости, другими словами, гости, наши друзья, знакомые, у кого церкви, не идут на небеса. Нам важно это не забывать об этом, что Иисус дал нам миссию, помните, да, идите проповедуйте Евангелие всем людям, кто поверит и крестится, вот это очень важно, что у нас люди продолжают креститься, мы изучаем Библию, для этого была цель, вот эти, основа христианства, вот эти уроки. Давайте молиться за обращение людей, за крещение. Хотел бы попросить некоторых из вас, кто хочет помолиться, пожалуйста, за людей, за церковь в том числе, чтобы мы были открыты для того, чтобы протаидеть слово Бога людям. Можно попросить двух-трех, кто готов помолиться на завершение? Я хочу помолиться. Хорошо, давай, Ирина. Спасибо, Господи, тебе огромное за вот этот урок о крещении. На самом деле он очень волнительный отец и очень глубокий. Спасибо тебе огромное, что ты даешь понимание об этом. Я очень молю тебя, особенно о детях, чтобы родители не вводили, ну, мы родители вообще не вводили в заблуждение отец своих детей, ну, и вообще родители этого мира, Бог. Молю тебя, чтобы мы сами были мудры в этом плане, отец, и давали истинное убеждение об этом, Господь. Вот, о покаянии, о том, кто Иисус, кто они. Ну, вообще, Бог о спасении, Господь. Спасибо, что ты дал нам, ну, вообще, очень благодарно, конечно, Иисус тебе, что ты дал нам, ну, такое богатство, отец, именно спасение наших душ, отец, что это ни с чем не сравнимо в нашем мире, Господь, что это как, ну, бриллиант из бриллиантов, отец, наша жизнь, и что ты отдал свою жизнь ради нас, и это очень-очень ценно. Вот, помоги мне, отец, не сидеть там, заперти, как в последнее время Бог, открывать твою истину людям, Бог Господь. Помоги мне, ну, верить в это, отец, что людям нужно, люди хотят, отец. Просто что-то в последнее время я прям устала говорить людям о чем-то. Вот, помоги мне все равно двигаться вперед. И не только мне, но вообще всей церкви, раз уж мы вместе идем. Благослови, отец, спасение наших родственников, детей, и вообще людей, которые рядом с нами. Меняй их сердца, потому что это в твоей власти. Вот, помоги нам просто любить людей, говорить, сеять семя Твое. И пусть вся слава будет Тебе, Иисус, во имя Христа. Аминь. 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 Спасибо, еще кто-нибудь. Продолжение следует...